в дюссельдовский п главное самое главное что пока не мере я на это надеюсь что никто из моего окружения по канал не знает видите все-таки красота да вот видно да сколько не выходил она сначала пройдемся значит до дюссельдовского почему п потому что я не хочу называть парком то что им не является то что парк только один центральный парк лишь короле против здесь вот и до этого дюссельдовского п не сильно какой-то моем восприятие было что до него как-то безумно далеко идти на самом деле нет вот сейчас мы за этот дом вот этот дом он здесь был до того в котором я живу вот здесь в общем я уже говорил по слухам живут какие-то странные люди или как там называют но какие-то там я не знаю все я слышал что вроде как вы рядом с ним ходить опасно вообще конечно но вот мы и видимся кстати подойдем к подъезду вот сейчас по так и налево ну вот мы поворачиваем налево вот мы идем он впереди так короче это дорога в рай вот тут я еду он справа направо там будка оттуда стартую где сворачиваю направо вот здесь сейчас дохожу до этого места и вон собственно ворот и вот у него него уже вход он рядом он блин почти что так же рядом как по имени артема боровика то есть этот круг на котором я и живу вот эти мне всегда дома нравились здесь потому что они красным кирпичом обиды красный кирпич мне с детства люблю опять же потому что мартиянов короче мартиянов приучил меня к этой любви к красному кирпичу но еще и мама добавила что красный кирпич лучше белого это я еще в детстве узнал и наверное действительно так ну вот мы входим у нас смотрите короче наш дом сахином поле по 100 мартиянов из красного кирпича кстати на другом конце деревни маленький дом из красного тоже кирпича говорят был построен из нашего же кирпича который оттуда нещадно тягали а вот потом красный дом в котором у нас должна была быть квартира вешкалия ну все это я поснимаю это все большая длинная история из которой собственно и должен состоять мой канал вот он дюссельдовский п но кстати тут блин деревья может и не п все равно п потому что еще раз говорю парк один хотя я должен заметить что был такой ленинский садик у нас в короле тоже блин про него целая отдельная история должна быть потому что моя бабушка говорю что это плохое место что туда ходить нельзя а там вздыбился асфальт и мне мама говорила что это покойники его вздыбили желая вылезти из могил хотя кладбище там как раз в вешкале было на месте центрального парка они на месте сквера на месте ленинского садика было было рыночная площадь ну вот фактически кустодиев четвери фактически практически еще раз говорю что надо надо побывать за границей чтобы понять что москва это тоже россия я летел из израиля увидел мутную надпись домодедово когда в иллюминатор это уж точно земля в иллюминаторе вот и тогда-то я прямо ощутил что я на родине слава богу хотя когда я здесь из москвы еду в домодедово меня нет такого чувства что я на родине ну в общем ленинский садик сейчас на месте него забабахали кремль марсианов маркелов второй марийский деятель которого кстати я думал навестить в тюрьме ведь это можно я думаю там у него немного посетителей его это было бы интересная беседа слушайте надо на насчет подумать если это конечно не чревато для меня ничем но я думаю меня после этого возьмут на учет ну вот он сейчас монотулу гора поднимемся такой прудик даже я скажу что он на ту сейчас гору который центре кадра мне даже скажу что мне кажется я тут на катамаранах катался с кем-то когда-то очень давно вот так и короче ленинский садик да сейчас на месте у кремль забабахли все сделал маркелов то есть эти все замки там церкви вот эти бесчисленные набережную в камень закатал ну вот это единственное что плохо конечно набережную в камень закатал особенно что там сейчас продолжается это за мостом у церкви закатывание в камень там особенно это не идет вот видите тут такой ландшафтный прудик ничего не так дурно ну вот и в общем этот садик был уничтожен то есть этот садик призрак вот к чему я говорю что мы были если мне править не изменяет это был в переиславле залезком и там вот тоже очень очень похожий сквер поэтому я думаю что у нас в россии именно в россии они где-то хотя в штатах наверно тоже он есть ты на европе надо есть я думаю еще есть настоящие парки я даже в этом уверен какие-то породистые сосны тут ну явно сосна не из леса явно какая-то породистая познаете что видов сосен очень много ну вот как-то я сумбурно но рассказываю ну вот тут спуск спускаться не буду хотя 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 а давай спустимся в общем по путешествие на север я думаю что надо закладывать мои 10 дней которые я всегда отделяю в него больше нравится срок 10 дней чем неделя именно 10 дней и я думаю что не менее 30 тысяч рублей чтобы все там чтобы это путешествие было более-менее информативно вот видите там самое интересное решетку очень надежная хрен туда залезешь и обзалез и принять у меня так и все детство прошло помни я солнце сияет стоит прямо зимой но она висит такой уже ослепительный утренний солнце над над улице кирова я подхожу к школе у меня мысль что я сейчас вообще не пойду в школе заверну куда глаза глядят нет ведь не сделал этого понимаете не сделал я вот думаю что наконец-то все-таки когда-то в своей жизни я должен просто пойти куда глаза глядят просто вот плюнуть на все и на всех сделать наконец-то что мне нравится то что я бы хотела ведь не сделаю этого я так и не вылез на пристрой на советской так и не вылез хотя мне как ребенка это было бы полностью простительно вот что хорошо что дети там вот лет 13 они всем нам еще могут все позволить куда угодно залезть там вот этим я совершенно не пользовался я сейчас могу куда угодно залезть я еще до сих пор мод есть худо-бедно здоровье сейчас мы встречных поснимаем вот глядите если их было видно конечно ну вот но сдерживает что ребят вчера я смотрел в этот самый цены на дома блин цены такие 60 миллионов хуяк 80 миллионов хуяк 130 миллионов хуяк 250 миллионов ребят я понимаю что зрители у меня разные youtube смотрят все и наверно смотрят люди у которых есть такая возможность но и но у большинства но вы меня поймите и вы же понимаете о чем я говорю это нереальные суммы нереальные это надо какие доходы иметь какие капиталы да даже если ты всю жизнь будешь работать блять на дом за 60 миллионов но вот всю жизнь будешь на него пахать ну блин если уж вот именно задавшись целью всю жизнь вот на это положишь да может он у тебя будет в конце концов твои дети им будут пользоваться у тебя уже не будет сил ему радоваться так что я это к чему я к тому что я же хочу все до сих пор вылезти на этот престой я хочу откупить свою квартиру на советской назад покусается цена 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 на эту квартиру миллионов шесть плюс еще чтобы жильцы тут съехали надо накинуть еще на настолько же ну что они захотят мы не хотим перезять мы не хотим подавать все вы хотите а вы считаете что это ваша квартира она ни черта не ваша она уже давно не ваша мне скажет и в общем и хрен-то то быть тут чё ну что не кустодиев церковка все-таки дома еще старый панельные над старой традиции это не на вью вот сгорела тут такая полос собственник помимо не пройтись вернуться нам совсем не надо ну так вот мой папа купил такую квартиру построил дом и так далее я сейчас могу сказать что я в общем уже приближаюсь к тому же возрасту но ни хрена у меня таких возможностей нет и к чему я все это говорю вот пойти куда глаза глядят вот-вот ящик глядите 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 как солнышко ложится на на сосновый вот ствол понимаете вот он какой уют да какой и какие дома зачем все это когда ты видишь а все сосенки сидеют к весне вот но на яльчики я даст бог это подобно поснимаю вот и к чему что если пойду куда глаза глядят то я окончательно убью свою систему занятия на скрипке а сейчас мне бы не мешало все-таки довести мою программу до блеска кому-то показывать ну потому что концертная деятельность я буду блестящим великим скрипачом она как раз мне может дать эти миллионы миллионы может дать и съемка роликов для ютюба но в итоге что скажет что семён лисов великий блогер много пород деревьев вот еще мне что нравилось всегда это лесная газета вот нам говорили по моему виталий пианки что ли лесная газета кто этого делал в общем там по разной деревца порту как зимой там в лесу происходит какая жизнь зимой в лесу в русском лесу очень даже происходит жизнь очень интересно вот это все да ну вот отсюда глядите вот это же мне всегда было недоступно я никогда по настоящему не пошел в лес и по-настоящему не смотрел за этой жизнью по-настоящему не пропитывался ею за исключению только тех моментов когда я писал свои рассказы свои тексты ну вот так вот здесь кругом ну все у меня рука уже отваливается и да что скажу что прекрасно у нас антон юрьевич наш преподаватель по природоведению тогда так называлось он очень хорошо говорю вот полевка там вот тут там такой-то наст там вот там кукушка там здесь там какая какой-то там зверёк ходит вот он как-то так все это говорил что вот это прекрасно он говорил прекрасно как я и обещал вот вам двор странного дома я не очень люблю это слово это с ней совсем не люблю хотя слова очень хорошие странные почти струнная то есть вот именно какие-то струны представляется как как рука проводит по такому по пучку струн ну вот видите какой базе шкафы то есть дом более старый такой чем чем тут все и он традиционно на носов самбатхии лишь короля не такие же дома и кстати мне ничего не мешает туда опять сейчас приехать пожалуйста дверь с железной лесенкой вот говорят что тут какие-то квартиры давались ночью какому такому народу не по непонятно давай здесь пойдем кто нам что сделать вот в 13 лет я тут и ходил или вот тут сюда вот в 13 лет я тут сидел сейчас такой чё это вы тут ходите снимаете такой двухголовый человек высовывается из окна именно так мне говорили про этот дом я не знаю откуда ты слышишь тут какие-то уголовые люди в общем вполне возможно как правильно сказал мой абсолютно прекраснейший собеседник вадиме растафьев с которому записали абсолютно прекраснейшую ценнейшую беседу что все что можно представить то есть может быть все как он сказал может быть все абсолютно и меня это радует потому что все таки психологии а я бы значительно лучше стал относиться к психологам значительно лучше но все таки они квадратно гнездовые все таки не какие-то такие шаблоны что все вот именно да может быть только так никак иначе гораздо мне больше нравится то что может быть все вот новенькое здание тут построили ну тут это вот чистой воды московское преступление число ну потому что машины некуда стоять здесь была стоянка пусть платных это неправильно что она была платная я кстати замечательный чувак дагестанец мы с ним дружили и он говорил да я заезжаю на сан-йонге он говорит ну типа паркуй свой бентли агрин какой уж бентли но что-то он такое сказал а он говорит как какой-то сколько у тебя машина стоит мультик мультик а так и есть у нас за 900 с лишним тысяч мы взяли тоже опять же до 900000 где-то хрен их возьмешь если ты один в жизни где-то хрен их возьмешь если ты один в жизни да нигде миллион пипец пойди вот пленусь убирай дворы там я не знаю разноси еду в израиле да допустим наш то курьер в израиле вроде 12 шекелей зажигают ну 2 до там меньше идти там на стройку таксистом дальнобойщиком даже и как ты как ты этот миллион добудешь он дальнобойщик когда будешь конечно все равно это так вот показываю как я сейчас захожу машину все все прям покажу вот мои святые ключики диски чем не беспокоит это недостаток уровня антифриза возможно вот вам чужую машину загляну там она не на сигнал так и вот вот я в самом счастливом месте и опять же кто мне папу машину купил сам бы я купил что нам уже сто тысяч запускаемся как говорит колям 86 вот сейчас почистимся от снега до меня беспокоит антифриз вообще что он сейчас посмотрим и уровень его у меня уже все есть чтобы его заменить но там какая-то фигня написано что типа во первых это целая процедура и что потом нужно будет это часто делать асс для начала он залит на 10 лет или 150 тысяч у нас пока что будет только 9 лет и только 100 тысяч поэтому мы можем по этому поводу расслабиться слушать у меня неотступная мысль путешествие на север начать завтра во первых к этому как и к определенному виду секса нужна подготовка если я уезжаю на недельный тур на север нужное лекарство нужно все продумать нужны но там деньги понятно с неполным баком мы стоим нет не люблю это не выходит из головы что бак ржавеет в общем надо продумать так-то запасы запасы там всего этого одежды все это у меня есть на вот нужно продумать еще касательно интернетовских дел нужно на карту деньги положить потому завтра не стартуем давай стартуем в следующее воскресенье ну молодец так молодец ну вот так мы оттаяли короче в общем какие важные моменты для того чтобы быть блогером по конце скажу значит основное сказал алекс брежнев вот я говорю и алекс брежнев алекс брежнев сказал что я разговаривал только с камерой годами это очень положительно вот и то что 2 положительный момент к этой который который я провожу в жизнь что мани мое окружение не знает пока не мере я на это надеюсь о канале то есть никто из тех с кем не общаюсь даже просто общаюсь я пока мере на это надеюсь и это правильно это нужно максимально долго продержать окончание прогулки